Друзья мои, всем привет! Меня зовут Владимир и я занимаюсь разработкой торговых роботов уже больше 10 лет, а сам торгую на финансовых рынках уже больше 15 лет. Это видео посвящено тем брокерам, от которых нужно моментально бежать и вообще блокировать полностью, с которыми лучше не связываться. С такими брокерами вы потеряете деньги и ничему толком не научитесь. И в этом видео я вам расскажу основные признаки таких вот брокеров. Итак, поехали! Первый признак это если брокер звонит вам сам. То есть вы не разрешали, вы не хотели, чтобы брокер вам звонил и тут вам какой-то звонок, что мы такая-то брокерская контора, мы 15 лет на рынке торгуем, все у нас успешно, у нас миллионы успешных трейдеров, несите свои денежки нам, мы вам поможем. То есть уже сам факт того, что вам звонят без вашего разрешения, вы не давали разрешения на такие звонки, вас беспокоят, отрывают от каких-то дел и звонят, навязывают свои услуги, свои предложения. Это первый признак, это самый главный признак. Вот я вам советую вообще моментально блокировать номера телефонов, просить не звонить, предъявлять там 152 закон, закон об обработке персональных данных, о том, что вы не соглашались на то, чтобы вам кто-то звонил. И ни в коем случае с такими брокерами не связываться. Откуда они узнают ваши номера? Такие же точно брокеры, где вы раньше, может быть, зарегистрировались, что-то вам понравилось, вы оставили свой номер телефона. И вот эти брокеры, лендинги и прочие-прочие сайты собирают номера телефонов и электронные адреса почт. Вот они их собирают пачками, такими массивами, огромными, и потом эти базы перепродают друг к другу. Причем один контакт может стоить от 50 рублей, от 300 рублей. А также они проверяют, живой вы трейдер или неживой трейдер. Каким это образом? Вам поступает звонок, вы на него отвечаете, а никто с той стороны не говорит. То есть вас прозвонили, ага, номер телефона живой, человек там номер никуда не сдал, ничего не сделал, номер живой, все. Считается клиент активный и из-за такого клиента платят еще больше денег. Поэтому вот эти базы гуляют, брокеры их друг у друга покупают за большие деньги. Там каждый клиент, он имеет какую-то рейтинговую систему. То есть если вы уже где-то пополнили какой-то депозит, все, у вас там рейтинг высокий, вас можно разводить на бабки. Поэтому если вам звонят, это значит, что хотят вас развести на деньги. То есть чтобы вы пополнили депозит, а потом вам успешно помогут его слить и потерять. Даже помогут. Может быть и помогать не будут, вы сами справитесь. Тут зависит уже от ситуации. Так, следующий момент. Ребят, смотрите, я не оплачиваю продвижение всех этих видео. И ваши подписки, ваши комментарии, лайки помогают эти видосы продвигать. Если вам интересно, нравится, самой лучшей благодарностью будет подписка, лайк, какой-то комментарий. И если вы знаете еще какие-то способы, как брокеры разводят людей, пишите в комментариях. Может быть вы тоже сталкивались. Теперь, едем дальше по следующему списку. Есть такие брокеры. И это не только у брокеров. Это у многих контор, интернет-ресурсов и в частном бизнесе, которые ведут так называемый токсичный маркетинг. Токсичный маркетинг, это всякими агрессивными способами, методами пытаются вас завлечь. То есть, втянуть. То есть, чтобы вы отдали свои кровные деньги. Неважно, как это будет. Гарантии, обещания прибыли, красивые картинки, отзывы. Отзывы онлайн. Посещайте вебинары онлайн по обучению трейдингу. Где мастер трейдинга рассказывает про какую-то торговую систему, а потом включает отзыв живого пользователя. И там мальчик, девочка, чаще всего привлекательная девочка, рассказывает, что она 3 дня как выучила эту систему и уже заработала 100 долларов. Это называется токсичный маркетинг. Это в большинстве случаев, я думаю, в 100% случаев это обман. Вам показывают отзывы, чтобы вы как можно быстрее поверили и совершили импульсивные действия. То есть, чтобы вы моментально достали свою заначку, свои кровные, и отнесли этому человеку. Либо же этому брокеру, чтобы вы пополнили депозит. Вот я, кстати, несколько лет назад, у меня был такой звонок. И я ради любопытства, просто вот мне было интересно посмотреть, а что же дальше будет. Вот я там буду дакать, дакать на каждый вопрос и все остальное. Что будет дальше. В общем, там девушка с приятным голосом спрашивала, интересуют ли меня финансовые рынки. Имею ли я какой-то опыт. Я говорил, ну что-то имею. Как-то сталкивался. Она говорит, давайте мы вам поможем зарегистрироваться у брокера. В общем, вот эту всю цепочку я прошел до того момента, как я зарегистрировался. То есть, вот я открыл личный кабинет, зарегистрировался, там все подтвердил. И на этом моменте ее, как ветром сдуло. И все. И я, и личный кабинет, я сижу, смотрю в личный кабинет. Она положила трубку. То есть, она сделала свои действия, за которые ей платят деньги. А за такие действия платят очень хорошие деньги. Если человек зарегистрировался, подписался, все вот это дело совершил, она там тысячу рублей, полторы тысячи, а может и больше заработала. И дальше ей я не интересен. Дальше уже включаются в работу другие люди, которые замотивируют, должны были меня замотивировать на то, чтобы я внес депозит. И там люди, они когда разговаривают, они тебя пробивают, чувствуют как-то, я не знаю, какими-то методами. Мотивируют на то, чтобы как можно больше, как можно больше денег я положил на свой торговый счет. То есть, там, как вы рассматриваете, там, начать торговлю с 20 тысяч долларов. У брокера, который я вижу первый раз. Я думаю, что в некоторых случаях-то и брокера самого не существует. Самое главное, что они хотят, чтобы туда деньги положили. Вот. Такие дела есть, я смотрел. И, ну, соответственно, поскольку я уже не маленький мальчик в этих делах, я никаких денег не положил. Но просто вот опыт получил, как это все действует, как это работает. Так, следующий момент. Следующий. Это брокеры, которые звонят и ведут с вами какой-то диалог и обещают дать вам трейдера, опытного аналитика, который будет вам помогать совершать торговые операции. Это очень частое явление. И мне тоже такие звонки приходили, но я уже дальше не полез, потому что мне неинтересно было тратить время. Суть того, что обещают дать трейдера, или вы попадете под контроль трейдера, который будет вам говорить, когда покупать, когда продавать, то есть принимать за вас торговые решения. И во всех случаях, которые я знаю, где люди, с которыми я общался, которые на это дело повелись, все потеряли свои деньги. Первые 2-3 сделки вроде бы как хорошо там. Потом эти люди еще что делают? Они обещают, что если ты еще раз пополнишь депозит, то уже точно и вернешь то, что потерял, и заработаешь еще больше. То есть постоянная выкачка денег. Это тоже очень частое явление. С такими не надо связываться. Убегайте, блокируйте и открещивайтесь. Вы там однозначно и время потеряете, и деньги, нервы, и здоровье. Так, дальше. Есть еще такие интересные брокеры и организации финансовые, которые обещают помочь вам вернуть ранее потерянные средства. Опять же, такие брокеры покупают где-то вот эти базы номеров, телефонных, e-mail адресов, и начинают человека терроризировать. Потому что таксичить, я это называю так, терроризировать. Они звонят, вы торговали, торговали, деньги потеряли. А кто из нас, кто торгует на финансовых рынках, не терял деньги? Все теряли, абсолютно все теряли деньги. Да, терял. Мы можем вам помочь вернуть эти деньги полностью все. И вот здесь начинается тоже развод, развод, развод. Потом нужно будет оплатить какие-то комиссии. И в итоге человек и не возвращает те деньги, которые потерял, и платит вот этим мошенникам в разы больше. В итоге он все равно теряет свои собственные деньги. И, кстати, про вот этих трейдеров-аналитиков, которые курируют новоиспеченных трейдеров. Я всегда задаюсь вопросом, ну, если ты такой офигенный трейдер, нафига тебе работать у какого-то брокера в какой-то конторе? Сиди себе дома, торгуй, зарабатывай бабки, катайся на всякие моря, развлекайся в ресторанах. Нафига тебе какие-то ученики, которые еще не в зуб ногой будут тебе нервы делать? Зарабатываешь деньги, это твоя цель, и все. Зачем тебе париться? Вот и вы тоже задавайтесь таким вопросом. Если человек обещает вас научить зарабатывать деньги, нафига вы ему нужны, если он это умеет делать? Нафига он будет тратить на вас свое собственное время? Едем дальше потихоньку. Есть еще брокеры, которые активно засоряют почту, e-mail рассылками, прям агрессивными. Вы их добавляете в спам, вы их блокируете, и каждый раз приходят с новых адресов электронные письма о том, что самые лучшие условия, спреды и прочее. Ну, опять же таки, ребят, задумайтесь, откуда такой увеличенный спрос на вас? Вы мега супертрейдер, который может заработать огромное количество денег, и брокер на вас заработает на спреде на комиссии? Вряд ли. Единственное, что вы можете, и что вам от брокера, от такого брокера нужно, чтобы вы достали свою заначку, взяли кредит и положили эти деньги брокеру на счет. А дальше брокер уже справится, дальше уже порешает, сделает эти вещи. Еще едем дальше, к следующему пункту. Есть некоторые брокеры, у которых хватает смелости гарантировать что-то. То есть, даже по телевизору была реклама одного брокера, что открываете счет, индивидуальный инвестиционный счет, вы получите бесплатно какую-то акцию, и брокер гарантирует, что к концу месяца трейдер получит прибыль. Мне ради удовольствия, ради любопытства было интересно пройтись по этому пути. Посмотреть, откуда же деньги, откуда такие гарантии. Ни один трезвомыслящий, адекватный трейдер, владелец честной брокерской конторы, никогда никому не будет ничего гарантировать. Да вообще никто не может гарантировать, что вы завтра будете живы, или я завтра буду живой. Откуда такие смелые, уверенные гарантии? Оказывается, когда вы открываете этот инвестиционный счет, вы платите комиссии, 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 комиссии за счет, за ведение счета, за обслуживание счета. В итоге вы получаете акцию какую-то, а комиссии вы заплатили уже столько, что вы могли купить 10 таких акций. И даже если эта акция к концу месяца просаживается, то за счет вот этой комиссии вам могут выплатить какую-то прибыль. Это все бред, чушь, и вы все равно, дебет с кредитом, у вас всегда будет минус, отрицательный, вы не заработаете. Я попробовал, и на вот этих комиссиях, пока у меня дело дошло до торговли, я отдал, по-моему, больше 6 тысяч рублей, для того, чтобы купить какие-то акции. А потом, чтобы это все закрыть, эти счета, заглушить эти комиссии, вот это все, и вернуть те деньги, на которые я попытался торговать акциями, я еще заплатил. В итоге я остался в очень хорошем минусе, и я просто понял эту схему. Я заплатил там немаленькие деньги, чтобы схавать эту схему и понять, как она работает, и теперь вам рассказываю. Поэтому, если вам кто-то гарантирует, или вы в рекламе слышите гарантии, обещания, заверения в том, что вы обязательно будете с прибылью через месяц, это сразу надо бежать, надо понимать, как разводят людей. Нужно сразу понимать, что это абсолютно голый развод, наглый развод, наивный развод на тех, которые ничего не понимают толком. Запомните, друзья, ни один здравомыслящий трейдер, ни один уважающий себя трейдер, никогда никому ничего не будет обещать и гарантировать. Рынки непредсказуемы. Даже какая бы у него супер-пупер торговая система не была, торговый робот или еще что-то, он никогда не будет обещать. Если таких обещаний нету, это довольно-таки хороший признак порядочности и честности. Едем дальше. Еще один признак того, что брокер не очень хороший, от него нужно бежать, это если вы пополняете депозит, и вам брокер сверху наваливает еще денег. Бонусы на пополнение. То есть вы пополняете, например, депозит на 1000 долларов, вам сверху еще 1000 долларов дают, которую вы не можете снять, но торговать вы на нее можете. Это тоже один из признаков, недобросовестных брокеров. Почему? Вас заманивают, все равно вас заманивают. И как вы можете торговать на те деньги, которых у вас нету? Откуда эти деньги? Значит, это все виртуальные, вымышленные, ну как вымышленные, это все виртуальные, нарисованные деньги. Для чего вам дают такие большие деньги, если вы не можете их снять? Здесь играет человеческий фактор. То есть на 1000 долларов вы можете, грубо говоря, максимум торговать одним лотом. А когда 2000 долларов, это 2 лота. А 2 лота, это прибыли, грубо говоря, будет идти на 1 пункт 2 доллара, и убытков будет идти на 2 лота, 2 доллара, грубо говоря. Я сейчас примерно говорю, без четких. А как мы, большинство, не мы, а вот большинство новоиспеченных трейдеров, торговать на всю котлету, чтобы уже завтра быть миллиардером. И вот это вот психологический фактор на такие подарки как раз-таки и есть медвежья услуга. Человеку добавляют, он входит большими лотами, и потерять он может только свою тысячу, свою тысячу долларов. Соответственно, когда человек заходит большими объемами, он очень быстро теряет свою тысячу долларов. Ему-то кажется, что у него денег в 2 раза больше было, чем он положил, и в результате он теряет свою кровную тысячу долларов. Так, и еще один момент, ну, тоже такой весьма сомнительный момент, это когда брокеры возвращают часть спреда трейдерам. Есть такие услуги ребейт-сервиса, то есть человек заходит, регистрируется, проторговывает, и у него на разницу спреда там накапливается на комиссиях, накапливается 100, 200, 300 долларов денег, которые у нормальных честных брокеров ведет как доход брокера, за то, что брокер предоставляет свои брокерские услуги. И вот некоторые брокеры, они типа говорят, мы тебе вернем 50% этого спреда, то есть там на 300 долларов спреда наторговано, получилось минусом, спред всегда отрицательный, это разность между ценой АСКи и ценой БИД, которую получает трейдер в момент открытия позиции. И вот эта разность при активной торговле может там в месяц достигать приличных сумм. И многие трейдеры на это ведутся, на то, что брокер возвращает половину спреда, 60%, и здесь надо задаться вопросом, а почему брокер такой щедрый и отдает свои собственные доходы? Неужели брокер там на эти 40-50% выживает? Ну, опять же, ребят, здесь скорее всего брокер просто использует это как замануху? Почему? Потому что лучше бы брокер сделал спред в 2 раза меньше, чем затем через месяц вам выплачивал половину от заработанного спреда. Это не совсем честно, это не совсем прозрачно. Зачем делать такие махинации, если можно просто трейдеры сделать узкий спред? Максимально узкий в 2 раза или еще во сколько-то. Зачем вот эти все обходы, механизмы, какие-то ходы и конем и вот это вот все. Вот. Вот это основные признаки. Если вы знаете еще какие-то интересные признаки развода людей, пишите в комментариях. Ну, и как дополнительные признаки, это не совсем вот прям может быть, что брокер плохой. Например, если у брокера нет телефона, по которому вы можете ему позвонить. То есть, у него там телефон каких-нибудь Гималаев там 15-значный. Это не есть хорошо. Если брокер работает, ну, например, на территорию Российской Федерации, у него должен быть номер телефона, по которому вы можете ему позвонить и задать какие-то вопросы напрямую. Брокеры, у которых нет технической поддержки. То есть, вы техническая поддержка только по азиатскому номеру телефона или по e-mail. По e-mail отвечают, насколько я знаю, крайне редко. И когда начинается какое-то разбирательство по тому, какие сделки как были открыты, с каким спредом и почему они закрылись сами или на них появился какой-то убыток, вот это с вот этой тягомотиной возиться там писать письма, ждать на них ответа, писать тикеты, еще, еще, еще. Этим мало кто будет заниматься. Это вот дотошные, дотошные прям трейдеры. Но такие дотошные, дотошные, они точно так же дотошные найдут себе порядочного, честного брокера и будут с ним работать и торговать. Ну и последнее тоже такое момент, если у брокера нету мета трейдера пятого, если есть только четверка. Дело в том, что четверка была написана давно и уже очень многие брокеры и центры программирования смогли подстроиться под четверку таким образом, чтобы там химичить на четверке. На пятерке это очень-очень-очень тяжело. Я сталкивался с интернет-ресурсом, который предлагал различные настройки для мета трейдера, для брокеров. Там вплоть до того, что каждому индивидуальному клиенту шлются индивидуальные цены с расхождением. То есть, есть одна стандартная цена котировки евро-доллара. Может быть, вы видели, что у всех брокеров отличается. А эти друзья прям предлагали всем клиентам одного брокера слать разные цены. И за счет разницы спреда и других моментов рекват и прочего, грубо говоря, можно трейдеров гонять в минуса. Вот. Поэтому, а вот мета трейдер пятый и сервера мета трейдера пятого от такой каки уже довольно-таки сильно защищены. И ведут логи, все пишется, то есть, в случае чего можно взять порядочного брокера за одно место. вот. Поэтому как-то так. Надеюсь, я вам чем-то помог. Помните, если вы чувствуете, что у вас вдруг, вам вдруг резко захотелось положить на брокеру на счет после разговора с ним, здесь работает импульсная, ну, разводят вас на импульс. То есть, чтобы вы на импульсе занесли деньги брокеру. Старайтесь избегать таких брокеров. Вы должны все обдуманно взвесить. Смыслью, работать с этим брокером или нет, вы должны переспать. Переспите день, два, три, подумаете, и если все факторы за, и не будет никаких сомнений, и вас не будут подбивать, подталкивать каждый день к открытию счета и внесения на него огромных средств, то возможно к такому брокеру есть смысл присмотреться. Если вы начинаете работать с каким-то брокером, тоже никогда не рекомендую заносить всю котлету этому брокеру. Начинать нужно с минимума. Грубо говоря, со 100 долларов на каких-то центовых счетах смотреть, проверять, как брокер работает, как работает техническая поддержка, с какой скоростью выполняются сделки, что пишется в логах терминала, какой личный кабинет, как общается, то есть можно даже там по приколу попробовать построить из себя неадекватного клиента, позадавать вопросы технической поддержки, как техническая поддержка на это отвечает, решает она ваши проблемы, не решает, какие ответы, насколько компетентна техническая поддержка, потому что я сталкивался с такими брокерами, когда задаешь им вопрос, что такое Ask-Bit, она говорит, я вас сейчас переключу на другого более опытного специалиста, но и тот более опытный специалист уже там отвечает, что это спред, вот, вот как-то так, если вам нравится подобный материал, самая лучшая благодарность и поддержка и мотивация меня создавать подобные ролики, это будет подписка, комментарии и какие-то ваши сообщения, лайки, дизлайки, потому что только это позволяет продвигать и развивать такие видео на видео хостингах. Все, берегите себя и своих близких, всем хороших выходных. Наговорил аж на 22 минуты, хотел уложиться в две. Субтитры создавал DimaTorzok